Чёрным по белому про украинских казаков, а также там про украинский народ, так же пишется дальше, украинский народ. Это 18 век, этого в всем учебнике истории России за 7 класс я не нашел упоминаний. Московит? Это что такое? Это название вашего народа. А почему эта информация ни в одном учебнике истории нету, ни одной страны? Узнаёте этот учебник? Не то, что ни в кого ни в учебниках такого нету, а в ваших же собственных учебниках, и это всё есть. Здрасте, молодой человек. Здрасте. А что у вас за флаги такие интересные позади вас? Адыгов и Кырэмой. Это тюркские народы. Кавказ, Украина. Ух ты, интересно. Вижу у вас украинский, да, по-моему, символ на подвеске, что-то в этом духе. Великих князей киевских копья. Интересно, интересно. А чем вы тут занимаетесь, что вы делаете? Обсуждаю историю. Ну, историю очень интересная. Историю чего обсуждаете? По-разному. Ну, в данном случае я учебник по истории России за 7 класс обсуждаю. Ух ты, интересно. А зачем вы это делаете? Там много несостыковок нашёл. Там пишется про какой-то казацкий народец на странице, если я не ошибаюсь, 80. Я нашёл документы 18 века, где упоминаются украинские казаки. Но в учебнике ни одного, ни одного такого упоминания нет. У меня возникают вопросы, как россияне относятся к тому, что, в принципе, историю у них переписывают и фальсифицируют. Как я могу к тебе обращаться? Станислав. Станислав, очень приятно. Меня зовут Полина. Смотри, как показывает практика и показывает в целом жизнь, опыт, фальсифицируют историю во многих странах, не только в России. Поэтому, в целом, если хочешь найти истинный ответ, я думаю, это будет достаточно сложно. Поэтому, не знаю, я к этому отношусь спокойно. Знаешь почему? Потому что я никак не могу на это повлиять. Я могу повлиять только на себя и на то, чтобы принести добро в этот мир, любовь, добро. И не париться о таких вещах. Вот это житие и славные дела государя Пётра Великого. Работа Захария Арклини, 1772 год. Здесь вот черным по белому есть упоминания. Вот Украина, Украина, казацкий народ в Украине. И дальше, собственно, пишется черным по белому про украинских казаков. А также там про украинский народ, так же пишется дальше. Если так взять. Вот, украинский народ. Я вижу, да, вижу. Да. Это 18 век. Это всё подтверждено Пётром Первым. То есть, эта работа издавалась для него. И этого в всём учебнике истории России за 7 класс я не нашёл упоминаний. То есть, никакого украинского народа. Никаких украинских казаков. Есть казацкий народец, который раньше назывался малоросами, черкесами и так дальше. Но только не украинцами. А также сами малоросы. Почему это делается? Вопрос. Ну, это нормально. Объясню. Как бы ещё раз. Это делается в каждой стране фактически. Как, допустим, мы в Германии. Там говорят, что до сих пор люди думают, что это они там великую отечественную войну выиграли. Мы никогда не будем знать точную правду. Потому что это было. Это прошло. И если людям выгодно скрывать от нас какую-то правду, значит они будут продолжать это делать. Вот и всё. Вот и всё. Для меня ответ ясен и понятен, почему это делается. Вот. Русской земли не упоминается. То есть это слово добавлено искусственно. Фактически это чистой воды фальсификация прямо в учебнике. Это мы всё видим. И поэтому будут учиться там ваши дети или ваши какие-то родственники, дети родственников и так дальше. То есть вам, вы чётко видите сейчас, я вам показываю, вам воруют прямо в глаза сейчас. А вы говорите, ну ничего страшного. Ну, смотри, есть преобладающее количество людей. Ты один же не попрёшь против всего народа, правильно? И не все люди такие, как мы себе их представляем. Кто-то понимает правду, кто-то понимает. Кто-то понимает, кто-то не понимает соответственно эту правду. И понимаешь, в любом случае придёт время в истории, когда всё изменится. Поэтому нужно фокусироваться на будущем, а не на прошлом. Как мы можем изменить это и привнести больше правды в этот мир. То, что уже произошло, то уже и произошло. И с этим ничего не поделаешь, и это никак не изменишь. Поэтому нужно просто двигаться дальше и делать мир лучше. То есть вас вороньё устраивает, что вашим детям будут врать прямо в глаза, обманывать на каждом шагу. Да и пусть. Для этого моим детям буду дана я, тот человек, который сможет поведать им истину и дать им просветлеть и объяснить, что есть правда, а что есть ложь. Вот так. Смотрите, вот есть страница про Переославскую Раду, про... Знаете, как называется параграф? Под рукой российского государя вхождение земель войска Запорожского в суставы России. Вот интересные моменты. Пишется здесь на странице, блин, не видно страницы, наверное, 70 или 69. Тяжёлое положение населения бывших русских земель вызывало постоянное восстание против польских и литовских феодалов. То есть пишется за русские земли так дальше, так дальше, так дальше, и что они там добровольно вошли, и что всё их присоединили, и так дальше. Вот это всё, вот эта история, сфальсифицированная, влияет на современное будущее. Сейчас Россия вторглась в Украину под этим лозунгом, что они идут защищать русские земли. То, что было 400 лет назад. Вот это и есть будущее. Это одни из причин войны современной. Через это погибнут сотни тысяч людей. Ну я понимаю, ну видишь, мы всё это прекрасно понимаем. Но я же сейчас не пойду на Кремль, понимаешь, показывать им то, что ты показываешь мне, и говорить, что они лжицы. Это то же самое произойдёт в любой абсолютно стране с человеком, который захочет так поступить. Будь то это Украина, будь то это Россия, будь то это Германия. Везде фальсифицируют. Нет, вы доказательств мне каких-то других учебников, там, по Украине, по европейских сторонах, вы не показали. Вы просто это говорите, не мол, догадываетесь. На самом деле, очень строгая цензура по поводу именно настоящих материалов качественных, что в Украине, что в Европе. Потому что Украина это и так, в принципе, есть Европа. Вот по поводу России, тут я вам наглядные примеры показываю, где чёрным по белому прямо таки, прямо таки, где-то что-то прячется, где-то что-то нагло, прямо фальсифицируется, переписывается и так дальше. Знаете, что интересно? Здесь единственная правильная цитата есть, что написано, что воеводства, правда, польских, три польских воеводства, вот написано, Киевская, Черниевская, Бортлавская, стали фактически независимым государством. Правда, вот такая неудобная вещь, вот показывается гравюра Богдана Хмельницкого, как он изображался, но не показывается оригинал. На оригинале написано, что это князь или вождь, или герцог украинского народа. А государство это носило название также украинское, оно подписывалось, в Гадельском договоре, например, 1658 года. Поэтому также нет упоминаний, что это было независимое, именно украинское государство. Не просто какое-то войско, а именно украинское государство. Это все влияет потом на умы россиян, которые не понимают, что происходит там, что там есть отдельный народ с своей историей и культурой, своим государством, которое было еще 400 лет назад. И потом они идут умирать за 200 тысяч рублей, например. Как думаете? Вот над этим нужно задумываться с самого начала, чтобы эти люди потом не погибали ни за что, за ложивые, фальсифицированные идеи. Я согласна, Станислав, с вами, что война в любом случае это плохо, что война это не есть хорошо, не в любом проявлении, никто не должен умирать за интересы непосредственно государства, это что должен быть мир во всем мире. У меня вопрос к вам, а для чего, чем вы, почему вы этим занимаетесь и какая ваша конечная цель, чего вы хотите достичь, занимаясь тем, чем вы сейчас занимаетесь? Я же вам только что все демонстрирую, что россиянам ворут нагло, нагло. Вопрос только, он не соглашается на это или нет? То есть, если вы говорите, что война это плохо, почему же тогда Россия развязала эту войну? Если война это плохо. Можем у Путина спросить, не мы же войну развязывали, Станислав? Не мы же развязывали эту войну? Не я пошла лично, не сказала. Вот именно. А развязала кто правительство, поэтому нужно отделять, понимаете? Хотел бы спросить, а как считаете, чей Крым вообще? Да я не знаю, чей Крым вообще. Я к этому как вот. Договор между Россией и Украиной в 2004 году подписан. Там границы где проходят? Станислав, у меня вопрос. Ваша основная цель, почему вы сейчас этим занимаетесь? Ваша цель? Я вот показываю вам. Украинское и польское государство здесь в документе. Вот что я вам показываю. Я вам показываю, что вам ворут. Просыпайтесь, смотрите. Вас просто используют в своих целях в войнах. А вы ни при чём. Ну, сфальсифицировали. Мы не можем повлиять и так далее. Арабское мышление, выведенное за столетия. Вот наглядный пример, как оно выглядит. Абсолютно. Неконтактирование с реальностью, что происходит. Пусть даже ядерный гриб где-то рядом будет. Абсолютно. Абсолютно. Арабское мышление. Снова вы? Снова? Когда был? Да, минут, может быть, пять назад попались. Чуть я вас не видел пять минут назад. Да нет, минут пять назад правда попались. И я только начал с вами здороваться. Как настроение у вас? Не знаю, вот думаю, врет москвит или не врет. Наверное, врет все-таки. Врет моск? Московит. Не расслышал опять. Московит врет или нет, думаю. Московит? Да. Это что такое? Это название вашего народа. Исконное, так сказать. Моего народа? Да. Так, интересно. Откуда же вы взяли такое название? Название? Ну, например, почитайте Конора Дабусова. У него есть московская хроника за 16 век. Там он пишет, как себя сами называли московиты. Они говорили между собой, наш московитский народ очень муч, весь мир его не удаляет, не счастье у нас народу, все должны перед нами склоняться. И потом он говорит, да, люби мои московиты, когда вас 100 против одного безоружного, то вы отважные герои. Да, когда вы к тому же нападаете на спящих, а не то, пожалуй, плохо обстояли бы ваши могущества, сколько бы 100 тысяч вас не было. Это он говорит про то, как московиты били поляков в Москве. Слушайте, странно, а почему эта информация ни в одном учебнике истории нету, ни одной страны? Узнаете этот учебник? Да. Так вот, я вам открою тайну. Вот та самая хроника Конора Дабусова в этом учебнике. Так, и что? Вы только что что сказали? Нет, я вас спросил, я не сказал. Я вам скажу больше. Не то, что ни у кого в учебниках такого нету, а в ваших же собственных учебниках. И это все есть. Представляете, страница 19, можете проверить. Вот, часть вторая этой истории. Пописает. Да. Ну что? Прелестно, правда? А знаете, что мне еще заинтересовало? Что тут еще пишется про курс русской истории Ключевского. Это историка Российской империи, примерно. И там упоминается, на престоле московских государей он был небывалым явлением. Он совершенно изменил чопорный порядок жизни старых московских государей, а их тяжелое угнетательное отношение к людям со всеми обращался просто обходитель, но не по-царски. То есть тут тоже московские государи фигурируют. Так что это все в ваших учебниках есть. Вам просто историю нужно получить. Ну, наверное, может быть. Спасибо, что рассказали, теперь буду знать. Ну да. Так что, московит не обрал, что меня встречал или нет? Да откуда я знаю? Не знаю, не знаю. А знаете, как раньше вас описывали все путешественники, которые бывали? Нет, не знаю. На ваших территориях. Якуба Ульфельда, например. Вот такую учебники не хотят упоминать. Что еще можно сказать? Эти люди до такой степени лживы и далеки остеоза истины, что им нельзя давать никакой веры. Они не держат слово, они считают позорным угадем, манула текарность. Они ежедневно уворовывали что-нибудь из доставляющей нам еды, пива, меда и так дальше. То есть вы говорите, что на каждом шагу борются. Так вот вы меня собрали насчет того, что мы встречались. Мы с вами не встречались. Это я к всему этому вот. Не вижу никакого мотива мне, чтобы врать вам, что я вас встречал. Ну да. Ну ладно. Это уж такое дело. Скажите, пожалуйста, а почему сейчас московиты кричат, что они идут освобождать исконно русские земли? Вы почему у меня спрашиваете? Я ничего не понимаю. Ну как московиты могут идти за русской землей, если это не их земля? Я не понимаю. Вы, если владеете какой-то информацией больше, чем я, то, наверное, нужно спрашивать у каких-то людей, кто владеет информацией на вашем уровне. Правильно? Вместо этого вы сидите и козыряете знаниями из учебников. Нет, так почему? У меня очень много я встречаю людей с вашей территории, которые кричат эти вещи. Я вам просто спрашиваю, вы какого мнения? Ваш президент Путин говорит, что идут освобождать исконно русские земли. Вы же своего президента уважаете? Послушайте меня. Вот, пожалуйста, объясняйте за своего президента, что он говорит. Я вас слушал, не перебивал. Будьте добры, тоже это сделаю. Вы подготовились, вы читали какие-то планшетики, книжечки, что-то еще. Я ваш учебник показал вам, если что, только что. Вот вы невоспитанный человек, почему вы перебиваете? Воспитанный? И воспитанный мозг, который бьет с порога. Я не люблю тех, кто мне бьет. Я вас спросил вообще другой вопрос. Почему вот в Черниговской летописи за 1605 год, 1654 год говорится, что Ляхи зимою доставили Умань, а Хмельницкий с козаками и козаками, над которыми Гетьман был Борис Васильевич Шеремет, и шли на отсечь Уманю, доведавши от Ляхи же Хмельницкий с Москвою и козаками. То есть вы не русские, в любой летописи, в любом источнике, вы есть Москва, вы есть московиты, вы есть московские войска, московские цари, даже в ваших учебниках это пишется. Почему Путин говорит, что идет защищать русскоязычное население, русские земли освобождать? Вы опять перебили, просто не дослушав даже ответ. Вы по теме отвечайте, если нет, то будем по-другому общаться. Если вам не нравится ответ, не задавайте вопрос. Вас его нету, вас его нету абсолютно. Я вам не планшетики показываю, я вам показываю документы оригинальные. Вот Белоруссия в эпоху феодализма, там на таможне ни один себя московит не назвал русским. Мы сели, подготовились, такой весь очень сильно умный, такой я прям все знаю. И сидите в чат-рулетке, спрашивайте у людей, которые, конечно, не изучали. Которые вне политики, а Крым чей, кстати, напомните? В данный момент? В данный момент, да. В данный момент принадлежит России. Ну и все. Вот неполитичный человек говорит, что Крым какой? Российский. Он исконно русский, хотите еще сказать? Или неисконно? Почему вы нарушили договор 2003 года, который вы ратифицировали о границе украинско-российской и захватили чужую территорию? Крым, даже сейчас, по всему международному сообществу не признается российским. То почему вы тогда признаете анексию? Значит, вы признаете агрессию, значит, вы поддерживаете агрессию. Потому что в связи с захватом Крыма погибли люди и сейчас погибают, каждый день погибают. Абсолютно верно, все поддерживают, все, и агрессию, и все. Ну, тогда вы расист. Вот я вас как расиста спрашиваю, какое вы отношение имеете к Руси, московитой, какое отношение имеете к Руси и к татарскому Крыму? Вы у меня спросили, чей Крым в текущий момент, так? Текущий момент, по международному праву, он украинский, если что. То есть это непризнанная анексированная территория, захваченная. То есть, если вы нормальный адекватный человек, вы говорите, да, это захваченная территория Украины, на данный момент Руси, а не территория Руси. Пусть Украина приходит туда и забирает его обратно. Видите, расист. Так я спрашиваю, какое дело имеет расист на территорию нашей Украины? Я буду расистом просто, чем реально европейскими цыганами просто. Европейскими цыганами. Что в голове у расиста? Ты, кстати, каких корей? Ты каких корей? Наверное, арийских? По тебе видно, что ты ариец исконный. Побираю. Европейских цыган. Вот такое бредню. Где вы эту ахинею берете? С телевизора или что? Откуда вы берете такой бред собачий? Вот такие словосочетания невероятные. Побираются. Позорно побираются. А потом это все просто пилится в стране. Впрочем, смотрите. Михаил Литвин за 1548 год о нравах татар, литовцев и москвитян. Видите, на один порядок ставится. Впрочем, москвитяне, то есть мосхи, татары и турки, хотя и владеют землями, родящими виноград, однако вина не пьют. Но продавая христианам, получают за него средства на ведение войны. То есть прежде москвитяне были в таком рабстве у заволжских татар, что князь их выходил на встречу любому послу императора, ежеводно приходящему в Москву, сборщику налогов, за стены города и взял его коня под узды, пеший отводил всадника ко двору. То есть князь отводил татарского хана лично, как слуга. И теперь вот эти, вот эти ассимилированные, вот по нему же видно, что там тюркские какие-то корни, но по повадкам вот просто такая мерзость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова